Всем привет, ребята! С вами Владос. И видео, которое я уже достаточно давно хотел снять, идея пришла мне уже как недели две. И тема этого видеоролика, естественно, как преодолеть страх перед тем, как ехать там на заработки, да, на какую-то работу. Это, наверное, прозвучит странно, но даже будучи, да, вот я парень, не девушка, и всё равно первые разы, когда я ехал на заработки в ту же самую Польшу, мне было стрёмно, я ни разу не был за границей. Мне предстояло поехать во Львов, и с Львова нужно было поехать в Польшу, в Ротслав. С Ротслава нужно было поехать ещё в какое-то там село, и всё, и там работать на пилораме. Это было для меня какой-то вообще шок, наверное, поначалу. И, короче, и да, я поехал. Было всё стрёмно до того момента, пока ты не начинаешь работать, и до того момента, как ты получаешь первые деньги, когда ты уже знаешь, что тебе нужно делать, когда ты уже получаешь деньги, то уже становится не так уж уже и страшно. Сейчас расскажу, вот, как можно вот перебороть этот страх. Естественно, есть люди, которые не едут только сами, да, едут там с другом или подругой. Так будет намного веселее, и, наверное, может даже безопаснее. Смотрите, понятное дело, там, едут на заработки не из-за того, что им просто прикольно, хотят поехать, попробовать поработать на благо другой страны, да. Хотят заработать какие-нибудь деньги или вынуждены, там, отдавать какие-то долги, кредиты, ну, или семья. Естественно, люди ищут какие-то вакансии, ну, и едут на заработки. Они не знают, что их там будет ждать. Их там, конечно же, никто не ждёт. Они там нужны для того, чтобы они просто приехали, отработали, да, и, ну, как бы, как бы это ни прозвучало очень грубо, чтобы их просто использовали, да, и им платят за это деньги. Вот, и люди, которые работают там в своей стране, они там разговаривают на своём родном языке, там знают знакомых, там, у них есть знакомые, друзья, там, есть ли какие-то проблемы, вопросы, постоянно знают, к кому можно обратиться, чтобы кто-то помог. Когда ты едешь на заработки, такого всего нету, и нету какой-то опоры, чтобы постоянно тебе там, ну, чтобы могли тебя как-то, как-то тебе могли помочь. Потому я часто встречал людей, которые едут с кем-то на заработки, не только один человек, а с кем-то. Ну, если же не удаётся поехать с кем-то, то они едут сами, потому что, ну, вынуждены как бы поехать, потому что они уже заплатили за визу, за приглашение, ну, короче, приглашение это и есть к визе, за визу, за вакансию, за дорогу, договорились уже обо всём, и уже уволились со своей работы там в своей стране, там, не знаю, Украина, Россия или где они там. Вот, и ты едешь на автобусе, там, скажем, не знаю, там, 700 километров от своего дома или, может быть, даже больше, тебя заселяют в общежитии. В общежитии такие же, как и ты, может, даже и хуже люди, которые, там, бухают. Ты смотришь на это общежитие, на эту убытовку, если же речь идёт о Чехии, тебя это всё накаляет. Короче, я много сейчас чего-то понаговаривал, да, и как бороться с этими всеми мыслями, как и я делал. Изначально очень всё стрёмно, когда ты даже на вокзале со своими близкими прощаешься, это как бы нагнетает и давит морально. То есть ты понимаешь, что ты сейчас садишься на автобус с этим чемоданом огромным, где тебе там родные, близкие или кто, или если ты сам там напихал гречки, макароны, там, шмотки. Ты с этим чемоданом садишься на автобус, с автобуса ты там утром или вечером, когда ты приедешь, будешь тащиться, ждать человека, который приедет, заберёт тебя, отвезёт на бытовню. Как я с этим всем боролся? Ты должен понимать или ты должна понимать, что это всё ненадолго и не вечно. Это всё когда-нибудь закончится. Если виза шестимесячная, польская, да, то, конечно же, через шесть месяцев, а может и раньше закончится. Если трёхмесячная виза, это только 90 дней, и ты сейчас не уверен в том, что открывает именно на 90 дней, а не там, скажем, на 76 или 80 дней. Это ещё меньше, да. Плюс сейчас нужно сидеть там в самоизоляции, не знаю, там, 2-3 дня. Всё зависит от страны, в которую едете. Например, вот сейчас в Англии я нахожусь, и в Англии как происходит? 10 дней нужно сидеть на самоизоляции и сдавать тесты на 2-й и на 8-й день самоизоляции. В Чехии тоже надо сдавать тест на COVID и где-то порядка 3 дня сидеть на самоизоляции. И с этих, там, скажем, 80 дней уходит ещё 3 дня, да, вы уже работаете не 80, скажем, а сколько получается, там, 77 дней. Также, когда вы устраиваетесь, да, вам уже проводят обучение, шкаление, когда вы уже уходите на работу, не прилетает очень быстро, потому что изначально вы стараетесь, там, торопиться, набирать норму, чтобы, ну, типа, вас там не выгнали, вам по-любому там будут говорить, что нужно стараться, там, 5-е, 10-е, чуток захотят вас там напугнуть, чтобы вы работали, короче, чтобы вы не расслаблялись, чтобы не думали, что вы вот приедете, просто будете выходить на работу, и вам будут просто капать деньги. И когда вы будете стараться, типа, попадать в норму, там, в белые сектора, или как там, время будет уходить очень быстро, и так день за днём, день за днём. Также, когда вы получаете, там, первый аванс и зарплата, ну, понятное дело, сначала идёт аванс, получаете аванс, смотрите, о, там, 2000 корун или, там, 1000 корун, уже пошли себе, там, чё-нибудь купили, там, какие-то сладости, и вам уже становится легче, да. Случаи с зарплатой, если на трёхмесячных визах, то есть такие моменты, когда зарплату дают только когда, тогда, когда вы едете домой, да. Это очень, ну, так, как бы неприятно, но это не везде так. Обычно зарплату дают после второго месяца, и после второго месяца зарплату дают за первый месяц. Это всё делается для того, чтобы человек работал, чтобы проявлял интерес к работе. Вот, как-то так разобрались, что получаете денежку, вам становится намного легче. Также заводите себе, там, каких-нибудь друзей, по-любому с кем-нибудь будете общаться, там, с девушкой, с парнем, они вам что-то расскажут, двоим что-то расскажете, будете держать контакт, и так будет ещё легче, ещё будет круче. Также не стоит забывать, с какой целью вы приехали, чтобы заработать деньги, заработать и эти деньги что-то вложить, откласть, ну, или отдать. Также мне помогает то, что я думаю, что это вот не постоянно так будет, не вечно. Не вечно придётся, там, ездить по заработкам, не вечно придётся тяжело работать, ну, и нужно что-то делать, чтобы реально так и было, чтобы в дальнейшем вы не ездили, там, например, на эту работу, чтобы так тяжело не трудились. Там, не знаю, обучаться чему-то новому, изучать иностранный язык, или делать себе какие-то документы, там, скажем, двухгодичную визу, или, там, какой-то статус, или ещё что-то такое. И когда вы уже будете знать язык, когда вы уже будете иметь какие-то документы, вы уже будете чувствовать себя более свободно и спокойно. Да, заходите, найдёте другую работу, захотите, поедете домой, отпроситесь. Не нужно будет ждать какие-то там коридоры, пятый, десятый. Поехал домой, там, не знаю, на три недели, на месяц. Потом приезжаешь, снова работаешь себе. Вот. Нужно что-то делать такое, чтобы вы постоянно росли, чтобы понимали, что, вот, вам будет становиться легче, а не тяжелее. Такой вот маленький парк. Получается, еду с работы, решил вот записать этот видос. Во, у меня даже веста на сумке. Так я передвигаюсь. Тут маленький бардак, там вот телевизор, ещё какой-то шланг. Ну вот, как-то так. Если у вас есть, ребята, какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. По возможности буду отвечать. Спасибо, ребята, кто смотрит мои видосы. Всем до скорого, пока.